Дорогие зрители, приветствую вас на канале Харвони и Ностри. Мы с вами находимся в Голлинге. У нас в Голлинге есть крепость. Будем со мной на экскурсию. Пойдем. Вокруг этой крепости можно вот так обойти и пофотографироваться в наш Голлинг. Пошел на свой пост. Сюда приезжают очень много туристов. Особенно из Японии или из Китая. Не знаю откуда они. Откуда-то оттуда. Вон они как фотографируются. Вообще вот японцы или китайцы, они очень любят сфотографировать. Даже многие над ними смеются, мол, они фотографируют каждую секунду своей жизни. Вот такой японцы. Японцы пошли за мной. Вот такая дверь в никуда. Но очень красивая здесь фотография получается. Прямо из двери видно гору. Это такой частный дворик. В этой крепости люди снимают квартиры. Живут здесь. Я сама там не была. Но мне сказали, что там страшновато, ужасающе. Сыро. Знаете, такое старое помещение. Пахнет не очень. Там такой маленький палисадик. И растет алоэ вера. Можно увидеть горы. Красивый вид. Ребята, как вы думаете, это китайцы, японцы, корейцы? Кто это? Кот пришел. Кот на посту. Здесь раньше сушили белье, но сейчас уже веревки сняли. Конечно, люди живут в этом замке не от хорошей жизни. С одной стороны романтично, а с другой стороны... Ну ладно, не будем. Неплохо. Это тоже самое, как говорить о камине. В квартире, в которой мы раньше жили, был камин. И когда я писала своим друзьям, вот мы топим дровами. У нас стоит камин. Они говорили, ой, как романтично. Ну, романтика это только на словах или это взгляд со стороны. На самом деле это очень-очень тяжело. Нужно постоянно поддерживать огонь в этом камине. Заниматься дровами, мучиться, запасаться ими. Если бруски достаточно большие, а камин не очень большой, нужно их рубить на более мелкие части. В общем, это очень муторно. Ну что, кис, пойдем еще покажем, что здесь есть в замке. Смотрите, какой красавец. Хочу обратить ваше внимание на этот куст. Когда я была маленькая, я помню, что я срывала вот эти ягодки беленькие. Я кидала их на дорогу, желательно на асфальт, и так их давила, давила. И при этом раздавался такой характерный звук, очень приятный детям. Детям этот звук очень нравится, когда что-то лопается. В общем, этот куст у меня всегда вызывает ностальгию по моему детству. Сейчас я вам покажу, как выглядит внутри. Здесь есть музей. Кстати, довольно-таки интересный. Наверное, я сделаю отдельное видео. Напишите в комментариях, если вам интересно посмотреть, что находится в этом музее. Там есть различные драгоценные камушки. А также то, что нашли в этой местности. Все, что они нашли в раскопках, они поместили в этот музей. Напишите мне, если интересно, я сделаю для вас видео. Потому что у меня есть фотографии. Вот, когда Рождество. Здесь проходят рождественские ярмарки. Ну, а сейчас здесь концерты. Кто живет в Зарцбурге, зайдите на сайт. Я оставлю ссылку в описании к видео. Посмотрите, какие концерты здесь проходят. Может быть, вас что-то заинтересует. И вы приедете в Голик. Вот, забыла вам сказать. Сейчас сделаю небольшое дополнение. Что здесь также проходит кино под открытым небом. Прямо здесь. А вот расписание, что у нас 14 августа будет фильм последний. И на этом летний сезон кино под открытым небом закончен. Ну, кто не успел этим летом, приезжайте следующим. Потому что кино под открытым небом, это мероприятие. Они проводят каждый год, каждое лето. Я уже говорила, что внутри этого бурга проводятся различные мероприятия. Вот, например, небольшие концерты. Вот, вы видите, расписание по 24 августа. Практически каждые выходные здесь кто-то поет, кто-то выступает. Да, все закрывается 24 августа. Ну, кто не успел до 24 августа, приезжайте на следующий год. Еще раз повторю, что каждое лето здесь проходят какие-то развлечения. Вот, уже красивую подсветку включили. Субтитры делал DimaTorzok Центральная улица Голлинга. С различными магазинчиками, ресторанчиками. Есть очень здесь популярная кондитерская, монополист, которые работают даже в воскресенье. Больше здесь в воскресенье, кроме них, никто не работает. Ну вот, смотрите, издалека. Теперь уже с подсветкой. Очень красивая. Замок-крепость. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам понравился кот или кошка. Не знаю, кто это был. Шлоскация. Я его так называю. Шлоскация. Каждый день в 6 часов вечера вы можете его встретить, покормить, погладить. Всех вас приглашаю в городок, в котором я живу. Боллинг Андрисальцах. Находится он в 20 минутах езды от Зальцбурга. Небольшой маленький городок. Здесь есть очень много интересных достопримечательностей. Одну из них я вам сейчас показала. Это вот этот бург, это крепость, в которой есть музей. Если вам интересны мои видео об Австрии, подписывайтесь. Вам будет приходить рассылка на мои новые видео. Стараюсь их сделать хотя бы один-два раза в неделю. Здесь очень много достопримечательностей. Снимать, наверное, еще лет десять. Ну что, прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока. 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 Пока.